Музыка После того, как из пункта А в пункт Б пошли первые караваны, у людей появился вопрос, как, а главное, где хранить свой товар? С развитием цивилизации количество грузоперевозок начало расти, и обычных площадок для хранения материалов было недостаточно, тем более, что процесс содержания грузов усложнился. Он требовал определенных температурных режимов, бережных условий хранения и более строгого контроля. Всеми этими качествами сегодня обладают логистические центры. Наша съемочная группа находится на самом крупном логистическом предприятии Казахстана. Здравствуйте, вы смотрите «Процесс», программу, которая детально рассказывает о том, что выпускается под маркой «Made in Kazakhstan». Под прицелом объективов наших видеокамер сегодня процесс организации работы крупнейшего логистического центра Казахстана – ДАМО. Современный логистический центр – это огромная территория, на которой расположены склады открытого и закрытого типа. Кроме того, здесь находится вся необходимая железнодорожная инфраструктура, собственное депо, железнодорожные пути, пункты разгрузки и погрузки. Комплекс, который вы видите, самый большой не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. Представьте масштабы. Территория – 210 гектаров, 110 тысяч квадратных метров складских помещений. Ежегодно на складе разгрузки и погрузки обслуживают более 6 тысяч вагонов. Здесь одновременно работают около 2 тысяч человек. И ежедневно заезжают и выезжают из комплекса в среднем около 400 машин. И даже при таком напряженном графике нет хаоса. Каждый водитель большегруза без проблем ориентируется в пространстве и четко знает траекторию своей работы. Процесс доставки и перевозки товара проходит следующим образом. Длинномер с грузом подъезжает к воротам диспетчерского пункта. Сюда поступает вся основная информация – заявки от арендаторов, количество ожидаемого и полученного товара за день. Операторы вносят данные в систему компьютера. Затем водителю машины выдают пропуск на въезд и сообщают номер необходимого склада. Заметьте, у каждого складского помещения несколько ворот. Поэтому, когда длинномер приближается к объекту, его встречает диспетчер склада. Он сообщает номер ворот и готовит выгрузку товара. Для того, чтобы здесь не произошла путаница с грузом, существует целая система. Все содержимое фуры выгружают на специальную зону экспедиции. Это площадка, расположенная внутри склада, вблизи автодоков. Здесь всю продукцию осматривают на наличие дефектов. Каждый оператор приема сравнивает товар с выписанными на него накладными. Затем начинается формирование палет. Палета – это специальный поддон для товаров. Чтобы она выдержала всю тяжесть грузов, не развалилась, палету обматывают стрейч-лентой. Так ее легче будет транспортировать. Следующий этап процесса – маркировка товара. Чтобы не перепутать эти палеты между собой, каждая из них присваивается номер и наносится на груз в виде стикера со штрих-кодом. Здесь имеется вся информация о грузе. Название компании отправителя, получателя, наименование товара, имя маркировщика и даже оператора, занесшего его в систему. И самое главное – здесь находится адрес размещения на стеллажах. Поэтому водитель штабелера, прежде чем отвезти палету с грузом на хранение, при помощи специального стикера чекает бирку и сразу определяет адрес доставки. Ручной сканер или WMC – это современная система управления складом. Она значительно оптимизировала работу всего логистического центра. У каждого товара есть свой штрих-код. Сканер считывает его и записывает всю информацию о товаре – наименование, срок годности, количество. Когда данные о грузе зафиксированы, они поступают в единую базу логистического центра. Операторы могут отправлять клиенту ежедневный отчет о принятом или отгруженном товаре и о стоке на складе. Система позволяет отследить в режиме реального времени количество занятых палет, имеющегося товара. Это удобно как для грузовладельцев, так и для самих работников. Двойной контроль повышает уровень безопасности хранения. Движемся дальше. После сканирования водитель штабеллера доставляет палету на стеллаж. Каждая полка имеет свой адрес и штрих-код. Отсканировав адрес полки, водитель завершает процесс транспортировки палеты к месту хранения. Чтобы стать водителем штабеллера, этого погрузчика нужно пройти двухнедельное обучение. Далее еще две недели уйдет на изучение теории. И лишь сдав экзамен, ученик допускается до работы на этом суперкаре. Осваивать тонкости работы на нем необходимо еще и потому, что между стеллажами совершенно нет места для маневрирования. И поднимать грузы приходится на высоту четыре полки. А это уже выше восьми метров. И здесь велик риск падения груза. А это и материальная ответственность, и техника безопасности. Пройдя обучение, любой из водителей этих суперкаров с легкостью выполняет маневровые работы. Такое мастерство мобилизует процесс загрузки и выгрузки товаров. Процесс продолжается. Грузы на склад доставляют не только автомобильным транспортом, но и железнодорожным. Поэтому логистический центр оснащен всей необходимой инфраструктурой. Здесь есть железнодорожный тупик, локомотивное депо и подъездные пути ко всем складским помещениям. Процесс подачи вагонов на комплекс осуществляется следующим образом. Сначала груз приходит на станцию Алматы-Сортировочная. Здесь вагоны с товаром формируют в отдельный состав, который движется на станцию ЖТСУ. Она находится в двух километрах от логистического центра. Отсюда вагоны отправляются по складам. Затем их по одному доставляют на железнодорожную площадку. Здесь происходит выгрузка товаров на хранение и прием грузов на отправку. Так как вес груза достигает нескольких десятков тонн, на комплексе работают два козловых крана. Первый перемещает негабаритные и нестандартные грузы, как, например, эти будки для строительных площадок. Второй кран работает только с контейнерами. А это совершенно уникальный кран. Таких в Казахстане всего два. Один прямо перед вами, второй в порту Актау. Уникальность его в том, что он предназначен для работы с многотонными контейнерами. Цепной механизм этого гиганта позволяет без труда захватывать, словно в большой кулак, многотонные контейнеры. Один из основных плюсов этого устройства – передвижная кабина управления. Если на обычном козловом кране она закреплена на одном месте, то здесь она двигается вместе с захватом. И оператор без труда сооружает огромные башни из 40-тонных контейнеров, не боясь промахнуться. Спредер или захват этого крана может поворачиваться на 360 градусов, то есть вокруг своей оси. Это позволяет оператору этого гиганта без труда складировать контейнеры в любом месте. Кроме того, на спредере установлен весовой механизм, и оператор отслеживает массу товара. Сделано это для того, чтобы кран грузоподъемностью в 42 тонны не надорвался и не вышел из строя. Еще один интересный факт – контейнеры складируют по одному тоннажу. Ведь конструкции одинаковых весовых категорий выдерживают друг друга за счет ребер жесткости. Это своеобразные стяжки по бокам контейнера, которые помогают сохранить его форму. Если на 40-тоннике разместить меньшую емкость, она не совпадет с размерами ребер жесткости и может деформировать нижнюю конструкцию. И заключительный процесс. Груз сформирован, и старший специалист железнодорожного склада отслеживает готовность состава к отправлению. В процессе оформляются все необходимые сопроводительные документы на товар. Затем вагоны идут по маршруту станции Ажитэсу Алматы. Отсюда груз отправляется по всем возможным направлениям. Со вступлением Казахстана в таможенный союз необходимость в подобных логистических центрах резко возросла. Отсутствие таможенных барьеров несколько раз увеличило товарооборот между Казахстаном, Россией и Белоруссией. А проходящая через Алматы и в непосредственной близости автомагистраль Западная Европа-Западный Китай заметно увеличивает транзит грузов через крупнейший логистический комплекс. Плюс ко всему, развитие этого сегмента обеспечит и новые рабочие места. Вы смотрели процесс, программа которая детально рассказывает о том, что выпускается под маркой Made in Kazakhstan. И меняет ваш взгляд на вещи, которые окружают нас в повседневной жизни. Меня зовут Дмитрий Галабир. Я Даниэр Бутрубаев. Увидимся на следующем процессе.